добрый день дорогие друзья вы на канале у к девочки давно я не была на канале потому что у меня была травма руки в общем не могла работать ну вот наконец-то время долгожданное для меня наступило я решила немножко заняться рукоделием потому что три месяца это конечно круто ничего не делать ну и первый блин у меня оказался как всегда говорят поговорки комом я решила сделать куклу колокольчик такую новогоднюю но она у меня получилось какая-то страшненькая нам радашку вот такая вот художник конечно я так себе нарисовала не особенно приятная личка брови такие суровые она больше у меня как-то по стала похожа на какую-то помещицу они на куколку колокольчик ну а в основном все остальное вроде бы как бы и неплохо волосы такие буклерованная пряжа у меня здесь золотистую такую тесемочку в июль я обвязала платье сшито такое золотистое и она кстати не просто сшито но с подкладом из подъемником там еще и сеточка есть в общем все как положено ручки сделаны в ручке у него такой вот колокольчик вот чтобы как бы соответствовала кукла колокольчик она у меня сзади она вот так вот выглядит это такая вот подвесочка я ее подвешиваю и она у меня висит здесь такие вот всякие разные бусинки прикрепила у какие камушки были те я и собрала просто как висюлечки такие и она вот так вот когда висит у меня на подвеске если его так вот немножечко попинать она короче звенит колокольчик у но хотела два колокольчика повесить в обе руки получается тогда она у меня как не девочка колокольчик а девочка с ведерками с какими-то понимаете ограничилась одним а в эту ручку ей такой вот маленькую такую сумочку кукольную вот хочу поближе показать подвесила ну и вот такая вот она у меня смешная но я на неудачи не остановилась как говорится и решила немножечко исправить ситуацию но это я так надеюсь что я ее решила исправить получится она у меня исправлена не получится но у меня исправлено потому что с этой мордашкой уже что я сделаю я уже с ней ничего не делал какая она есть такая она и есть я ее рисовала гелевой ручкой ну все в общем то и неплохо кроме вот брови брови были вообще кошмарные вот она больше не знаю даже на кого похожа в общем не будем больше сетовать я решила сшить еще одну такую кукляшку колокольчик девочку колокольчик но уже буду пытаться нарисовать другому мордашку ну вот буду сильно на камеру если что-то не так то уж вы меня извините пожалуйста в общем буду пробовать я посмотрела видео на каналах нашла такое видео вот берем вот такой шарик пенопластовый посередине втыкаю иголочку и одеваю на него вот такой вот трикотаж на тряпочку это либо на трикотажная сейчас я замерю это шарик где-то четыре с половиной миллиметра в диаметре вот а вот этот круг 14 с половиной миллиметров и я вот так вот его раз одеваю и вот так вот затягиваю затягиваю здесь мой рука еще плохо конечно работает здесь хорошенечко все это затягиваю ниточкой затяну ниточкой сейчас это у меня будет носик вот и наверное в общем там на видео где я смотрела у девчонок они делают вот это вот носик а вот этот вот хвостик который остается его сюда вот под волосики закрывают под волосики вот а я решила сделать а я решила сделать вот сюда на шею вот сюда вот так вот на шею и чтобы сюда вот к этой к этому хвостику к этому хвостику было удобнее крепить вот эти все платьюшки не знаю почему то я так решила сделать мне кажется так удобней так как-то интересней в общем будем пробовать сейчас в общем сейчас завязываю вокруг вот этого пенопластового шарика вот эту тканюшку и сразу вырезала вот такой вот кусочек ткани это у нас по размеру где-то 19 сантиметров длина 19 а ширина почти 5 почти 5 это будут мои буду не моей будущей ручки моей куколки и значит я вот так вот их сложу за строчу вот так вот оставлю отверстие сюда заправлю синтепончик или синтепух у кого что есть короче и это будут будущие ручки в общем сейчас я вот это вот делаю а потом показываю что дальше ну вот девчонки продолжу продолжаю в общем обвязала я этот шарик уже ниточкой не такая вот получилось мордашка головка и набила синтепончиком вот этот наш вот кусочек ткани который я говорила со строчила я его сделала немножко как бы форме коромысле чко видите чтобы вот так как бы удобнее уже было крючки ручки приспособить вот типа такого чтоб она была так в чистом виде она у меня получилась если вот хорошенечко стянуть 20 сантиметров еще что я хочу сказать когда я набивала но здесь же это не так вот как куклы которые шьют девчонки мастерицы там надо набивать так что целлюлита не было здесь может быть какое-то отклонение том что это все будет заматываться в тканюшку и вот где-то посередине где будет крепиться эти ручки к спинке тут я слабо набивала чтобы как-то полегче было его приклеить и она как бы так горбиком не топорщилась но это чисто вот мое такое мнение может кто-то хочет и по-другому сделать теперь значит беру вот такой же кусочек ткани какое будет платьишко у меня у моей куклы верни и аккуратненько так это заматываю вот так вот замотаю все это дело и тут вот прошью прошу прям вручную здесь вот так вот завяжу и получаются такие вот как валанчики на рукавчиках получится так второй кусочек ткани приготовила я уже это вот прямо сразу беру волан от платья который уже не носится готовом виде тут мне даже не надо не вернул может не подшивать на том золотистом платье мне приходилось и снизу под подшивочку делайте верху обрабатывать зигзагом а здесь вот у меня уже готовая ну довольно такой большой кусочек я беру вот смотрите это где-то сантиметров 60 но можно вам поменьше наверное я уже вот так вот как был клин так клин это ты взяла его вот так вот сейчас со строчу сделаю боковой шовчик и меня получится уже юбка такая а под юбку под эту я хочу сделать еще такой подъемник подъемник вот из такой вот сетки чтобы немножечко форму держал держал я его уже со строчила и тоже вот так же соберу его и под юбочку под нашу и тогда и тогда наша юбка будет держать форму сейчас я покажу примерно как это будет выглядеть вот так вот будет пышненькая такая и нарядненькая в общем что делаем обшиваем ручки сшиваем тканюшку делаем боковой шовчик получается юбка потом вставляем в нее вот такой подклад кто не вставляет тут и без подклада обходится я решила вставить потому что вот эта ткань она крепдышин хотя в принципе здесь ее достаточно чтобы она так как бы была пышновато но вот мне хочется все равно чтобы она была немножко такая пышненькая вот и тогда получается у нас тут уже почти считай что готовое платье все я строчу я потом показываю вам что получится так вот сшила я это платьишко а тело на шейку и затянула узелочком хорошенечко вот ему все держится пышно а вот ручки которые еще такая как конфетка да раньше мы даже такие очень игрушки делают наметила примерно куда серединочка такая не бой черединочка и сейчас я вот у меня как раз пистолет разогрелся и будем приклеивать так вот так аккуратненько капнем клеем горячим посильнее придавим чтоб схватилась так смотрим с этой стороны с этой стороны смотрю вроде как ровненько смотрим получается так такое платье бы получилось пышню чая при пышню чая с подъемником может быть даже излишняя пышня ну посмотрим там дальше видно ну в общем так ручки мы приклеили платьишко моей сшили отделе так что дальше дальше вот смотрите я связала вытянутыми петлями такую шапочку имитацию волос чтобы мне меня тоже вот рука плохо работает поэтому я это все делаю заранее и что я думаю что я думаю я думаю то что какое-то зерно рациональное было в том чтобы вот здесь вот пучок собирать потому что так вот я одеваю и как-то получается неказисто в общем я решила сюда еще приклеить вот такой типа шишечки шишечки сделать на голову чтобы как-то так повыше прическа смотрелось сейчас мы ее латинчик такой приклеим а потом на него приклеим шапочку еще и злоу для волос и шапочку волосы как правильно сказать вот так так вот держится держится весь надо еще немножко чтобы еще и тут держалась вот вот как-то так так ну что наша купляша готова к тому чтобы не делать прическу вот такой вот кусочек был пряжи у меня детская такая мохнатая мягкая такая приятно но больше не было вот это все что было пришлось вот такую шапочку связать сейчас я туда вовнутрь если уже сейчас испортится то уже испортится как говорится клей накидаем все так ниточки тоже туда вот так и одеваем на головочку наши гукляш и натягиваем хорошенечко натягиваем так вот натягиваем и держим 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 чтоб хорошенечко все это закрепить так что у нас получается ухожу из камеры руки все время уходят из камеры чувствую вот такая мордашка мордашки то еще пока никакой нету ну сейчас мы будем рисовать господи хоть бы опять ее не испортить мордашку так ну а в принципе то так то вид сзади вид спереди самое главное теперь не ошибиться с морденкой не ошибиться и правильно ее нарисовать для меня это самое главное потому что я ни разу не художник и это для меня всегда эксперимент так вот ну все сейчас я рисую пытаюсь вернее рисовать а потом вам показываем ну вот девчонки я закончила свою кукляшу подвесил их вдвоем с подвесками такими вот висят они у меня к папоротнику подвесную то чисто вот чтобы показать вам ну не скажу что тоже идеальная получилось ну вот такая вот посмотрите сверху я пришлюпала такой вот шляпку такую розочку скрутилась такой же ткани ну вот она типа такой шляпки получилось у меня для шарма так сказать и сделала я ей вот два колокольчика в руки так девонька виси показывай наверно сниму с этого тоже там отсвечивает сильно подвешено немножко неровно такая вот девчонка получилось ну мордашка немножко конечно чуть чуть повеселее чем то было но все равно не скажу что там прям красотка получилось ну вот как то так какой то первый блин после аварий комом у меня получился но и на рано еще было заниматься мне рукоделием потому что тяжеловато еще с рукой владеть рукой вообще еще тяжело но все равно надо что-то делать надо стремиться надо как-то выходить из этого состояния такая бы сказала тоже какая-то барыня что ли две барыни у меня получились но это вся золотая на мордяку смешная ну а это вот такая вот голубая все ну все девчонки на этом я заканчиваю свое видео всем спасибо кто со мной был пусть она немножечко неуклюже ну по крайней мере немножко выводит меня опять на рабочее такое настроение всем спасибо до свидания кто был со мной заходите в гости но если все таки кому-то что-то понравилось ставьте пальчики вверх но кому не понравилось конечно ставьте пальчики вниз я на этом заканчиваю спасибо всем большое мастерам за идеи до новой встречи пока пока